Шафтсбурри Филмс По рассказам Марин Дженнингс Расследование Мёрдока Убийство в студенческом городке В фильме также снимались Майкл Ситтер И Марк Бен Дэвид Давай быстрее, она уже начала Как по часам Субтитры создавал DimaTorzok Мёрдок Осторожнее, сэр К чему это чёртова стрела? Не хотел пугать людей оружейной пальбой Тоже мне умник Если честно, я хотел проверить одно изобретение монгольских воинов И последствия баллистического удара Первый ответ был лучше А теперь пули в университет и скорее обратно Я, скорее я Его звали Сэмюэр Беннетт Профессор физики Приехал из Англии пару месяцев назад Ему дали кафедру Интересный телескоп И не говори, видимо, профессор как раз смотрел в него, когда его застрелили Стреляли откуда-то со двора Я тоже сначала так подумал, сэр Но потом я опросил И выяснилось Доброе утро Доброе утро, доктор Я осмотрю тело? Да, конечно Продолжай, Джордж Я опросил людей, которые были во дворе Когда раздался выстрел И все клянутся, что не видели стрелка Значит, где-то разгуливает призрак убийца Я составлю заключение о смерти И как только закончу, сообщу Спасибо, доктор Видимо, профессор Беннетт разговаривал по телефону, когда его столь грубо прервали Надо выяснить, с кем он говорил Ньютон полагал, что свет состоит из частиц Но нам известно, что свет – это вид волновой энергии Кто-нибудь объяснит точку зрения Ньютона? Волна должна от чего-то отражаться На то она и волна Но от чего отражаться? От чего? В вакууме Значит, вакуум должен быть наполнен невесомыми, невидимыми частицами Эфиром Мистер Гиллис, мистер Перри Вы заранее подготовили ваш ответ? Нет Это просто логика? Или здравый смысл? Как бы там ни было, мистер Перри и мистер Гиллис правы Согласно уравнению Максвелла, пространство заполнено эфиром Но об этом на следующей неделе Все свободны До свидания Профессор Готфри, детектив Уильям Мёрдок Я расследовал убийство профессора Беннета У меня ещё лекция Может, побеседуем по пути? Конечно Вчера вы разговаривали с профессором Беннетом по телефону Как вы узнали? Любой звонок можно отследить на коммутаторе Логично Расскажите, о чём вы беседовали? О кометах Мы поспорили Кто первый увидит комету Тихо-Брага Впервые замеченную в 1589 году В 9 часов вы с ним тоже разговаривали Как раз в это время он был убит Как закончился ваш разговор? Он прервался Он прервался Сэмюэль вдруг замолчал Я не знал, что его убили Об этом я узнал позже Когда? Около полуночи Декан позвонил А вам не показалось странным, что профессор Беннет оборвал разговор столь внезапно? У нас частенько были горячие споры Он запросто мог прервать разговор на полусловии Он был обидчив И вчера вы тоже поспорили вот так? Верно Расскажите о том, что вы делали вчера ночью Намекаете, что я связан с убийством? Ну, у вас же были напряженные отношения с покойным Черт побери Я же был у себя в комнате Разговаривал с ним по телефону Это же идеальное алиби Странный выбор слов Не находите? Я мог бы подобрать и другие слова Но я опаздываю Всего доброго, сэр Детектив Детектив Я Джеймс Гиллис Роберт Перри Профессор Беннет преподавал у нас Мы случайно стали свидетелями вашего разговора Сэр Готфри весьма вспыльчив Но он, так же, как и все мы, переживает из-за смерти профессора Беннета Не сомневаюсь В любом случае, вы делаете свое дело, и сэр Готфри должен это понимать Нужно помогать правосудию Надеюсь, ты не будешь цитировать Лока Джентльмены, я благодарен вам за доверие И сделаю все, что в моих силах, чтобы найти убийцу Мы вам тоже признательны Только вы должны знать еще кое-что Они не были друзьями Мне уже в курсе Они иногда крепко спорили И не только Профессор Готфри еще не успел остыть Остыть? Отчего? Он лишился места завкафедры Оно досталось мистеру Беннету Его перевели к нам из Англии Готфри был недоволен Видимо, совет не был готов назначить канадца на место заведующего этой кафедры Интересно, спасибо, джентльмены Вы мне очень помогли Удачи в расследовании Сэр, могу я поговорить с вами? Конечно Я по личному вопросу Отойдем в ваш кабинет Нордок, в мой кабинет Срочно Я скоро вернусь, Джордж Что произошло в университете? На тебя жалуется профессор Готфри Еще бы Он боится, что ты не справишься с таким делом, как убийство профессора Он предпочел бы, чтобы расследованием занялся более опытный сотрудник Вне всякого сомнения, вы отлично справитесь Не надейся, Мердок Я не возьмусь за это дело Теперь не могу этих университетских зазнаек Этот Готфри был весьма агрессивен Мне это не понравилось А в чем дело? У него был зуб на профессора Беннета Ему пришлось уступить ему кафедру Если я правильно понял, в момент убийства они разговаривали по телефону Да, он это особенно подчеркивает, даже назвал это идеальным алиби Интересный выбор слов Вот и я о том же Не слушай этих умников, дружище Покажи им, на что способна канадская полиция Хорошо? Да Сэр, доктор Огден подготовила заключение о смерти Отлично Сэр, насчет моего дела Ну, конечно, Джордж А что за дело? Видите ли, я холостяк И в последнее время я стал частенько задумываться о семье Ты что, собираешься жениться, Джордж? Не помню, чтобы ты упоминал о возлюбленной Я не о том Я имею в виду отношения с родственниками Джордж, ты же знаешь, у меня мало родных Но вы никогда не хотели быть рядом с ними? Хотел бы иногда Джордж, а почему бы тебе не навестить своих родителей? Сэр, это не так легко Я написал вот это объявление Хочу разместить его в Торонто Телеграм Не посмотрите? Конечно Вы не оставляли своего ребенка в церкви Святого Джеймса 14 марта 1867 года? Констебль ищет свою мать Джордж, ты подкидыш? Увы, сэр Но ты же рассказывал о своей тетушке, бабушке Сэр, меня оставили вы дверей в церкви Меня установила семья священника Они были очень добры ко мне Но я очень хочу найти свою мать Я понимаю Отличный текст, коротко и по существу Спасибо, сэр Улья вошла здесь и застряла в черепе Можно определить, под каким углом она вошла? Снизу Так и есть Стреляли со двора Он умер мгновенно А пуля у тебя? Да, вот она Винтовочная Винтовочная Говори ты Пуля винтовочная Да Я тоже так думаю Есть подозреваемый Профессор с той же кафедры Он претендовал на место заведующего Но его не избрали Университетские интриги Серьезное дело У тебя есть связи среди преподавателей этого университета? Почти нет Они не берут женщин на медицинское отделение Так что, боюсь, тебе придется действовать в одиночку А констебль Крэптри? Да, он с энтузиазмом поможет Да, верно Возможно, убийца был в театральном костюме Некоторые студенты вроде бы участвовали в спектакле По-моему, это была Антигона Кажется, да Кстати, многие все еще в костюмах В римских робах В тогах? Да, верно Они такие большие Под ними легко спрятать винтовку Все равно не ясно, почему никто не видел стрелка Мистер Перри Мистер Гиллис Детектив Мердор Как расследование? Продвигается Мы можем вам помочь? Да, я хотел узнать кое-что Вы сказали, что профессор Готфри Недолюбливал Беннета А как к нему относились студенты? Все обожали его Ему не было равных Он знал свой предмет, не то что этот болтун Готфри Все ясно Спасибо, господа Детектив Детектив А можно мы посмотрим, как вы работаете? Посмотрите? Я думаю, это не очень интересно Это может оказаться очень полезным с точки зрения физики Что скажете, сэр? Покажем этим задавакам, как делаются дела за пределами аудитории Это будет очень познавательно, а то у нас площадь теории Ну что ж, почему бы и нет? Итак, профессор Геннетт стоял здесь у телескопа и смотрел в небо Жду вашего сигнала, сэр Я готов, Джордж Несколько шагов вперед Еще немного Теперь направо С твоей стороны Извините, сэр, я подумал, что с вашей Все ясно Вы определяете траекторию полета поля Задав две точки на линии, вы узнаете все остальные Эвклит? Ну да На самом деле, этот метод использовали еще в 43-м году, до нашей эры, в Древнем Риме, на строительстве дорог Очень интересно Точно Здесь Стрелок находился там, где стоит вешка Верно А если он стоял на коленях? Или если он карлик? Если отойти немного, приблизительно сюда Кстати, тут есть один карлик Он играет в спектакль Кстати, а что если нам провести линию чуть дальше за камни? Сюда Теоретически это возможно, но убийца не смог бы все время лежать на земле А что если пуля срикошетила? Да ты гений, Роберт Перри Это все его теория Я думаю, убийца просто нашел удобное место и пристрелил его Верно подмечено Ты идиот, Роберт Перри Зачем же так? Мы просто пытаемся рассмотреть это с точки зрения физики Только ничего не вышло А вот и нет Что вы нашли? Либо наш призрак-убийца превратился в песок, либо он оставил нам подсказку Песок Если быть точнее, кварцевый И нашел ты его на месте, откуда стреляли? Скорее всего Не похоже на совпадение Но где связь? Пока это не ясно А при чем тут Готфри? Кем бы ни был преступник, он разработал гениальный план А профессор Готфри умный человек Но он столкнулся с таким гением, как ты Спасибо, сэр И это такое вотом доверие? Да, Мердок Именно Можешь? Да Если требуется, чтобы две дороги сошлись под определенным углом, надо взять угломер Ясно А что это? Долго объяснять Меня не спрашивали Чем могу помочь? Констабль Крэптри? Джордж Крэптри Да Извините, что я вас разглядываю Вы так похожи на моего брата в юности Мама Вы моя мама? Видимо, да Ты прочла объявление? Ты так хорошо его написал И я сразу поняла, что тебе дали хорошее воспитание И я бы не смогла так о тебе заботиться Я была горничной Я была совсем юной И моей наивностью воспользовались У меня не было выбора, но я оставила тебя в церкви, где тебя и нашли Я рос в христианской семье Каким же ты стал Такой замечательный молодой человек Вот ты где, Джордж Сэр, знакомьтесь Моя мама Эмили Ричардсон Рада знакомству, сэр Детектив Уильям Мёрдок Взаимно Мы с Джорджем встретились после долгой разлуки Мне очень жаль вас прерывать, но нам с Джорджем нужно в университет Хорошо Сэр Мадам Так, мне нужно идти Но мы еще встретимся Ну, конечно Мама? Конечно Моя мама чудесная женщина Да Я подумал, может пригласить ее на игры полицейской в следующем месяце Почему бы и нет? А потом можно было бы отправиться в путешествие, сесть на пароход до Рочестера, например Джордж, это не мое дело, но не советую пока сходиться слишком близко Почему, сэр? Эта женщина однажды отказалась от тебя? Сэр, у нее не было выбора Вряд ли она так поступит снова Будь осторожен А теперь по делу Мы знаем, что убийца стрелял отсюда Вокруг было много людей, но его не заметили Как такое могло случиться? Можно предположить, что он прятался Согласен Но тут негде спрятаться Сэр, возможно, он прятался в чем-то, что отсюда позже убрали Например, в палатке Хотя ее бы заметили Значит, это было что-то, не вызывающее подозрение Что, например? Что-то, что часто приезжает сюда и останавливается на этом месте Это что-то могло уехать отсюда сразу после убийства Я оказался прав Сейчас мы найдем разгадку Мы приезжаем сюда каждую ночь в это время Подолго ваша повозка стоит здесь? Примерно полчаса, пока разгрузим Прежде чем уехать, я пропускаю пару кружек в пабе Без них я не вынесу скандалов жены Она настоящая ведьма А когда вы уезжаете? Не позже четверти десятого Если задержусь, это карга Вы позволите? Спасибо Спасибо, что уделили нам время Но если убийца прятался в повозке Как вышло, что никто не видел, как он пришел и ушел? Его здесь и не было, Джордж Он здесь не прятался? Точно Ружье было каким-то образом закреплено на повозке Я в этом уверен Но для того, чтобы поставить его так Убийца должен был обладать глубокими познаниями Все указывает на человека, у которого был повод не любить Беннета Профессор Готфри Но остается ряд вопросов Как он приводил в действие свое устройство? Как убийца скрылся? Я не знаю, как тебе помочь Вряд ли меня можно назвать на таком физике Это верно Но мне всегда помогало, когда ты меня слушала К сожалению, сейчас у меня очень деликатный... Секундочку Извини Прости, если ты зайдешь попозже, я... Хитроумное устройство, профессор? Прежде чем позвонить профессору Беннетту Вы установили спусковое устройство Вроде этого Под повозку А потом Часовое устройство Сделано из песочных часов Бред какой-то В ночь убийства Вы ставите устройство, чтобы... Успеть дойти до комнаты Звоните профессору Беннетту И выманиваете его к телескопу Он становится по траектории пули, которую вы тщательно рассчитали Ружье стреляет ровно в 9 часов Гениальное изобретение Досужие вымысла Кто, как не физик, мог придумать такую схему Воплотить ее в жизнь с такой точностью? Я бы вам поаплодировал Не будь вы убийцей Это все вздор Ваша хитрая теория основана на заведомо ложных предпосылках Каких же? Что мой звонок должен был выманить Беннета к телефону Но вы же сказали, что говорили о кометах Вот именно говорили Они наблюдали Подумайте сами Той ночью на небе были тучи И луны не было видно Не говоря уже о кометах А еще детектив Констабель К вам посетитель Кто? Ваша мать Отлично Какой ты красавчик А на отца как похож Ну прямо копия Джордж Это ужасно, что я не смогла тебя вырастить Но я была тогда совсем молодой Констабель Крэптри Мне нужна ваша помощь в расследовании дела Беннета Хорошо, сэр Мама, извини Служба зовет Ничего страшного Что для меня несколько часов по сравнению с долгими годами Сынок Не одолжишь мне Доллар До конца недели Да, конечно, конечно Спасибо Сынок Мама Сэр, в чем дело? Обе женщины уверяют, что я их сын Но это же невозможно Да, ты прав И не забывай, у тебя приличное жалование и содержание Я понимаю, сэр Я тебе говорил, не торопись Ну а сейчас за дело Надо искать убийцу Да, сэр Надо посмотреть фотографии с места преступления Да, сэр Спасибо Хорошо Теперь вверх Может, профессор солгал? Я проверял прогноз Небо было в тучах Но это все ничего не меняет Еще Проверие С твоей стороны На что же он смотрел? В этом и вопрос Еще Еще Теперь смотри Сэр Оказывается, профессор Все же наблюдал за ночной звездочкой Это наверняка связано с убийством Мы думаем, что он подглядывал за вами в вечер убийства Я в курсе Я в курсе В курсе? Он любил подглядывать И когда я получила записку, то подумала, почему бы и нет Записку? Вот она Там написано, что он будет платить мне, если я буду раздеваться каждый вечер в девять Я подумала, да пусть хоть платит Так он еще и к девушке представил Тут еще фрукт Вне всякого сомнения, он наслаждался радостями жизни Только вот записку он не писал Не писал? Я просмотрел лекции профессора Это не его почерк Так Получается, кто-то платил мисс Берчел, чтобы она раздевалась ровно в девять И этот кто-то знал, что он будет за ней подглядывать с удобного для выстрела места Похоже, все это указывает на Готфри Он позвонил Беннету, чтобы поговорить о кометах, тем самым обеспечив себе алиби Возможно, чтобы убедиться, надо сначала изучить его почерк Да какая из тебя мать, потаскушка Любой, кто на тебя посмотрит, поймет, что он не твой сын Что за уродина? Шлюха! Ведьма! Мама, прошу вас Леди-леди Хотя я и тронут вашим проявлением материнской любви Прошу вас пояснять отношения за пределами участка Крэп-3! Разберись с этим Это формулы Веслиценуса для одинарных и двойных связей Ясно Это весьма непростой материал Я считаю, что нужно давать мозгам работу Чем могу помочь? Вы платили молодой девушке, чтобы она раздевалась для мистера Беннета? Что за нелепое обвинение? Вам нужно было, чтобы он стоял у телескопа ровно в девять Не так ли? Что еще мне могло быть нужно, принимая во внимание все сказанное вами ранее? Вы отрицаете, что это вы писали? Да У вас характерный почерк, особенно H И снова ошибка, детектив Вы опять зашли в тупик Это не мой почерк Не ваш? Не мой Это писал один из моих ассистентов Вы меня утомили Мне придется снова побеседовать с вашим руководством Не сомневаюсь Но чей же это тогда почерк? Спросите у него Вы не отрицаете, что это ваша записка, мистер Перри? Это была шутка Шутка? Все знали, что профессор любил подглядывать за девочками Мы решили подшутить Подшутить? Вам не кажется, что шутка вышла неудачной? По вашей просьбе, мисс Берчелл Начала раздеваться как раз то время, когда профессор был застрелен Это совпадение Совпадение? Очень характерное, вы не находите? Совпадение – субъективная штука Они зависят от восприятия человека А где вы были в ночь, когда был убит профессор? В пабе Вы в этом уверены? Точно Кто-нибудь может это подтвердить? Гиллис Он был со мной И другие тоже А как вы относились к убитому? Думаете, я причастен к его смерти? Отвечайте на вопрос, мистер Перри Я восхищался им Я рад был учиться у него А где вы были в ночь перед убийством? Занимался Один Вместе с Гиллисом? Конечно Если у вас нет вопросов, я могу быть свободен? Как тогда, мистер Перри Можете Добрые друзья Или сообщники? И они что-то скрывают Согласен А что с Готфри? Письмо снимает с него подозрение Но если убийцы они Что у них был за мотив? Они симпатизировали жертве Я тоже так думал Что вы можете сказать о мистере Перри? Он нервничал Как будто боялся что-то забыть О Гиллисе? Сама невозмутимость Тогда единственный способ узнать правду Надавить на мистера Перри Но как? У нас нет доказательств К тому же адвокат и его отца скоро будут здесь Нам поможет физика Дайте мне точку опоры И я переверну мир Надо только найти ее Сэр Простите за беспокойство Да, Джордж В чем дело? Сэр, я уже до ручки дошел Как узнать, кто из двух женщин моя мать? Прямо как в истории о Самсоне Очень похоже О Самсоне? Да, сэр Из Библии Ты имеешь в виду Соломона? Нет, сэр Самсон Там было две женщины с ребенком Надо было решить, кто из них настоящая мать И Самсон предложил разрезать ребенка пополам Да, все правильно Но речь шла о Соломоне Самсон из другой истории У него были длинные волосы и Далила Не понимаю, как длина волос связана с мудростью решений Ты перепутал персонажей, Джордж Сэр, мы не придем к согласию в этом И правда Но на библейский сюжет похоже Это наводит меня на мысль Сэр, если вы предлагаете разрезать меня пополам Я буду вынужден не согласиться Нет, Джордж Не надо никого резать Но я попрошу тебя сходить к моему портному Доктор, я уверен, что вы заняты Но мне нужна ваша помощь Детектив, я готова обсуждать вопросы патолога анатомии Это моя работа Джулия Я понимаю, что между нами все не так просто Но ты должна знать, что ты для меня больше, чем просто патолога анатом Я надеюсь, что так оно и останется Что ж, почему бы нет? Чем могу помочь? Есть один вопрос Это связано с профессором Беннетом? И да, и нет Зачем меня привели сюда, Детектив? Я же сказал, что не имею отношения к убийству профессора Я вам верю, мистер Перри Мне нужна ваша помощь Помощь? Я всего лишь офицер полиции А физические аспекты этого убийства выходят за рамки моих познаний Ну, хорошо Чем могу помочь? Нам надо поторопиться, уже почти девять Если вам не трудно, посмотрите телескоп, пожалуйста Очень хорошо Надо взять трубку в руку Джордж, передай, пожалуйста Сейчас, сэр Телескоп, мистер Перри Что вы чувствуете? Ваша голова на том же месте, что была у профессора Беннета во время выстрела Телефон, сэр Джордж! Джордж! Что вы стоите? Вызывайте скорую! Джордж! Мне нужны объяснения, мистер Перри И прямо сейчас Я тут ни при чем Я был с вами в комнате, когда ранили констабля Жизнь констабля висит на власке Он мой коллега Вы думаете, я смогу спать спокойно, пока убийца разгуливает на свободе? Или другие полицейские тоже? Да вы хотя бы представляете, что мы сделаем с тем, кто прожил? Кто-то посмел напасть на одного из нас Что за вздор? Я ничего не знаю Мистер Гиллис? Да Инспектор Томас Брэкнрид Вы хотели поговорить со мной? Да, я хотел узнать, как там мой друг, мистер Перри? Его допрашивают, наверное, самое тяжкое испытание в его жизни Я не могу понять, и надеюсь, вы объясните, почему в жертву вы выбрали констабля Крэпт Сколько раз я должен повторять? А если вы ни при чем? А что, если пуля предназначалась вам? Я не понимаю Констабль Крэптри стояла у окна как раз перед вами Вы думаете... Я неправильно понял Убийца целился в вас Я бы не стал так переживать, он рассудительный парень Да, это точно Тогда ему не о чем беспокоиться Если он не виновен, тогда ему все равно нечего бояться Верно? Да Не желаете чая? С удовольствием Но кому надо меня убивать? Тому, кто боялся, что вы его выдадите О чем вы? Вы все понимаете Вы с мистером Гиллисом убили профессора Беннета Не знаю зачем, но убили Мы это уже обсуждали Я не связан с убийством Я хочу видеть адвоката Мистер Перри Кто-то пытался вас убить И нам обоим известно Кто это был Я не смогу вам помочь, если будете убираться Это все? Можете быть свободны У меня есть дела и поважнее Но учтите Я вас предупреждал Как ты, Роберт? Роберт, подожди Несмотря на ранения Констебль сохраняет присутствие духа Мой бедный мальчик Это была трагическая случайность Отважный юноша ранен при выполнении долга Доктор Добрый день, леди Имеются новости? Боюсь ничего хорошего, детектив Пуля застряла в позвоночнике Он не сможет ходить? Он парализован Бедняга Джордж Невинная душа За что ему все это? Вот именно Не за что Дамы, не стоит устраивать спектакль Одна из вас лжет И пора это выяснить По-моему, и так очевидно кто Я не такая Я не умею притворяться Хватит Этот парень серьезно ранен Джорджу нужна поддержка и любовь Его матери Настоящей матери На что бы вы ни зарились На его жалование На его положение в обществе Как офицера полиции Это все уже в прошлом До конца его дней Ему понадобится уход Кто из вас пойдет к нему? Мама Я здесь, сынок Здесь Доброе утро, господа Сегодня У нас Необычный гость Детектив Уильям Мердок Из полиции Торонто Детектив Господа Профессор Готфри Попросил рассказать о том Какое применение нашла физика В наши дни Вне всякого сомнения Вы знакомы с некоторыми из них Наверное, вы задаетесь вопросом Какое отношение это имеет к физике Но я хочу вас заверить, что этот процесс Основывается на законах Ньютона Итак Идеальным считается тот случай Когда при повешении Шея ломается в районе Первого позвонка Кто-нибудь может сказать Как нам рассчитать силу Требующуюся для того, чтобы сломать шею? Смелее Мистер Гиллис Сила Это произведение массы На ускорение Превосходно В нашем случае Речь идет о резком торможении Когда веревка Натягивается А масса Естественно Это вес тела Мистер Перри Сколько вы весите, мистер Перри? Мистер Перри Около 70 килограммов 70 килограммов Теперь нужно рассчитать длину веревки Требующуюся, чтобы сломать шею 70 килограммового человека Получается Два с половиной метра А теперь кто может сказать С какой скоростью будет падать мистер Перри Когда веревка натянется на высоте Два с половиной метра По-моему, это идиотская шутка Давайте посчитаем Семь метров в секунду И это все физика Теперь перейдем ко второй части Итак В реальной жизни Не существует Абсолютного вакуума Как не бывает Идеального убийства Вы согласны? Мистер Гиллис Вам виднее, сэр Тем не менее Сейчас Я расследую Как раз такой случай Итак Как простой смертный Типа меня Расследует Идеальное убийство? Он не читает учебники А много работает Я подготовил список Кто-нибудь рискнет Предположить, что в нем? Мистер Перри? Я не знаю Да Не знаете Сначала я расписался Эти компоненты Необходимые для совершения Идеального убийства Такие как Шулпы Дерево Железные пластины И тому подобное Мои сотрудники Обошли Все лавки Торгующие Этими товарами И составили список Покупателей За три месяца Одно из имен Представляет Особый интерес Попробуйте угадать Чье это имя Мистер Перри Вам не кажется Что это слишком Я не с вами говорю Мистер Гиллис Это ваше имя Мистер Перри У меня в голове Не укладывается Как такой умный юноша Как вы Мог купить Все это На свое имя Тем самым Обрекая себя На роль Единственного Подозреваемого В убийстве Ерунда Это всего лишь список Он ничего не значит Боюсь, что вас использовали И никто иной Как мистер Гиллис Не слушай его, Роберт Мистер Перри У вас два способа Избежать петли Первый Сознаться в преступлении И выдать сообщника А второй Не надо Заткнись Позволить своему сообщнику Закрыть вам рот навсегда Что он уже и пытался Сделать однажды Я этого не делал Вам решать, мистер Перри Роберт, не слушай его Ты же видишь, куда он клонит А это не я придумал Молчи, идиот Таймер Разработал он Трус Ты пытался меня убить? Нет Они все это подстроили К сожалению, он прав, мистер Перри Констабель Крэптри Рад вас видеть в добром здравии Спасибо, сэр Но как? И последний на сегодня Этот бронежилет Создан на основе Монгольской конструкции 13 века Он сделан из шелка Очень много слоев И в дополнение к этому Металлическая пластина Удерживающая пули Вставайте вы двое Констабли Вперед Детектив Профессор Готфи Спасибо за содействие Беннеждин признать Я вас недооценил А я вас Да Я бы поставил вам пять с минус С минусом? Ну Вы же сами подметили Что в реальной жизни Нет ничего совершенного Верно Нет На самом деле Пуля не пробила жилет Ее остановили с шелкой сталью Ничего себе Но синяк остался Нехорошо так пугать свою маму Но ты же оставила меня Хоть и у церкви Я верю Что когда-нибудь Мы станем близки Джорджи Как ты думаешь? Время покажет Что из этого выйдет Звучит разумно Что еще можно ожидать От моего сына Храброго полицейского Детектив Что могу вам помочь? Я пришел поблагодарить за помощь Ты отлично сыграла свою роль Я была рада помочь констаблю Очевидно Мистер Гиллис и мистера Перри Повесят? Не уверен Их семьи наймут лучших адвокатов И если повезет Они проведут всю жизнь За решеткой Там им хватит времени Для занятий Но какой у них был мотив? Я полагаю Что мистер Гиллис Разработал теорию И хотел ее опробировать Экспериментатор А мистер Перри По какой-то причине Ему помогал Чудовищно Доктор Я хотел посетить сегодня выставку Это очень интересно Она посвящена аккумуляторам Если вы не заняты Но вы, наверное, заняты Боюсь, что так Увы Мне тоже пора в участок Всего доброго И вам Композитор Роберт Карли Оператор Джеймс Джеффри Автор сценария Кеа Кунц Режиссер Фархад Манин Фильм озвучен Студией Лексикон По заказу Канала ТВ-Центр Редактор субтитров А.Семкин